Американцы и мы общение абсолютно по-другому тренированы мышцы лица. У них она более открытая, зубы всегда открыты, более такая расслабленная. Мы чуть-чуть скованы всегда. Скованы вот у нас внутри в голове Достоевский сидит, понимаете, вот это вот Митя Карамазов, все вот это вот Лев Толстой, все. А у них нет. У них Селлинджер и Хемингуэй. Понимаете, в чем дело? Нету там никого ни Селлинджера, ни Хемингуэя, ни Кэтчерин Дерай, никого нету там уже. Я когда жил в Америке, а я прожил там три месяца, честно говоря, три месяца у своего приятеля Пола с его женой, они мне дали комнату в доме своем. Мы решили, прикалывались, пили пиво в Ирландских банках. В каком штате? Это Мэриленд, это Восток. Это suburbs of Washington, D.C. Понимаете, вот я под конец изнемогал. Вот реально, я хотел уехать. Мне он предлагал, оставайся, чувак, будешь помощником адвоката. Я тебе плачу там университет. Ну, мы были друзья. А у вас английский беглый прям такой, что вы можете? Ну, не беглый, я вас умоляю. Сейчас он еще хуже стал. Ну, тогда я говорил, ну так, без проблем. У меня все-таки диплом был. Вот. И, конечно, я не остался, потому что я страшно скучал. Я страшно скучал по Петербургу, по Москве, по России вообще. Я не мог видеть это примитивное общество. Что отличает американцев от нас? Они дебилы многие. Вот реально, я разговариваю с выпускницей хорошего вуза, хорошего вуза, там, Ельского университета. И я понимаю, что да, прекрасное знание технологии управления, менеджмента, там, бизнес-администрейшн. Это все вопросов нет. Но в плане интеллектуального развития, я как человек, выросший на улице рядом с московским вокзалом в Петербурге, я помню, у нас дворники Пушкина читали. Понимаете, в чем дело? У нас другое. Вот русский человек стремится к какому-то интеллектуальному самосовершенствованию через какую-то особую призму. Он может бухать при этом, он может быть, не знаю, бомжом, но внутри он чувствует общность, общие ценности. Он пропитан русской культурой. Американцы не могут быть пропитаны культурой, которой нет.